Друзья, здравствуйте. Мы начинаем нашу панель. И мне хотелось бы поприветствовать спикеров моей чудесной панели. Во-первых, я очень благодарна организаторам, потому что, мне кажется, вот эта тема, которую мы сейчас будем обсуждать, эта тема, которая у нас наболела, партия Победы Украины и антивоенная партия. Может ли быть единая стратегия у российской оппозиции? И я хотела бы представить наших панелистов. Вы их всех прекрасно знаете. Иван Тютрин, организатор форума «Свободная Россия», один из прекрасных организаторов замечательного форума «Свободная Россия». Политик, оппозиционный лидер Геннадий Гудков. Террорист тоже, да? Вы еще не террорист? Еще нет, я готовлюсь только к стадии. Хорошо. Елена Лукьянова, профессор Свободного университета, юрист, правозащитник, всеми нами любимый человек. И Леонид Гойзман, известный человек, это и психолог, практический экстремист, и политик, и, собственно говоря, общественный деятель, тоже всеми нами любимый, уважаемый. И тоже профессор Свободного университета. Лена сказала, что у нас здесь сегодня присутствуют три профессора Свободного университета. Дмитрий Орешкин, профессор Свободного университета, и публицист, и политический географ. И Игорь Яковенко, социолог, медиаэксперт. И мне хотелось бы начать нашу дискуссию с вопроса к Ивану. Дело в том, что Иван вот буквально недавно вернулся из Украины, и поскольку сейчас у нас, мне кажется, ключевой вопрос нашей современности, это выстоит ли Украина, потому что от этого будет, собственно говоря, зависеть, будет ли свободна Россия от путинского режима, то, Иван, у меня вопрос к тебе. Вот как ты считаешь, украинское общество, вообще оно ожидает от российского гражданского общества какой-то поддержки, какой-то помощи, и готово ли оно к ней? Ну, я думаю, что я не могу быть здесь релевантным, потому что вот в предыдущей панели была вот эта украинская оптика, и на что готово, и как это воспринимает украинское общество, сказать сложно. Есть свой личный опыт. Я общался и в Киеве с людьми, и был вот на линии фронта. Те люди, с кем я коммуницировал, наша позиция, позиция той части, позиция тавтология, получается, которая поддерживает все виды силовой борьбы и выступает за поддержку российских добровольцев, которые воюют в Украине, там вот эта поддержка есть. Но в то же самое время, вот я приведу такой пример, госпиталь, я ездил к раненому бойцу, он из Томской области, из Трижевого, позывной Джордан. Он ампутировали одну ногу, вторую ногу с трудом сохранили, и он в одной палате с бойцом ВСУ тоже с ампутирован ногами. Так вот, он не говорит бойцу второму, своему соседу по палате, что он россиянин. Меня сразу предупредили, что вот ты как бы приезжаешь, он не знает, кто я приехал, потому что привез там солдат ВСУ, условно говоря. Он не говорит о том, что он из России, при том, что он очень с большим трудом добрался, вступил в легион свободной России, там товарищ его погиб, он, значит, с трудом еле-еле выжил. Поэтому в целом, конечно, я готов допустить, что значительная часть украинского общества вообще никак не воспринимает русских, и я их прекрасно в этом понимаю. И ровно поэтому для меня является честью, и я очень рад, что форум «Свободная Россия» является теми предприятиями, где украинцы выступали, сейчас и выступали до, и Олег Сенцов у нас в свое время приезжал, и прочее. Но, я думаю, здесь не вопрос, даже готово ли украинское общество что-то воспринимать. Мне кажется, мы, российское гражданское общество и российские политические организации должны сами для себя решить, что это часть нашего долга, что форум «Свободная Россия» на конференции в Таллине, мы четко достаточно определили, что для нас поддержка всех видов силового сопротивления, поддержка российских добровольцев – это одна из приоритетных задач. И, в общем, нам надо в эту сторону двигаться, и с моей точки зрения, события, трагические события последние, которые происходят, они, в общем, подтверждают нашу, скажем так, историческую правоту, и у нас есть понятная стратегия и план, надо ему следовать. А у меня вопрос сразу, Дмитрий Орешкин, у меня вопрос к вам. Вот сейчас Иван сказал о том, что наш долг, как оппозиционно настроенных россиян, противников путинского режима, наш долг поддерживать Украину, украинскую армию и добровольцев, воюющих на стороне Украины. Тем не менее, мы знаем, что часть даже оппозиционно настроенных россиян, противников Путина, оно не готово к тому, чтобы поддерживать, например, ВСУ. И вот как вы считаете, мы сможем найти какие-то аргументы, и что это должны быть за аргументы для того, чтобы привлечь вот этот вот лагерь, так сказать, еще не готовый, но антивоенный на нашу сторону? Ну, я думаю, тут просто два разных слоя протеста. Есть логика войны, логика комбатанта, она очень справедливая, понятная и простая. Вот есть оккупант, есть агрессор, есть враг через линию фронта, он должен быть убит. И здесь никаких сомнений нет, и, конечно, надо поддерживать всеми возможными и невозможными способами мужественных украинских борцов, которые защищают не только свое государство, но и, скажем так, человечность, нормальный европейский стиль жизни, где соблюдаются законы, где уважается жизнь человека, где не нарушаются международно подписанные документы и так далее. И здесь никаких сомнений нет. Украина должна победить. Вторая логика, и тоже очень жизненная, касается как раз глубины России. Вот я думаю, что абсолютное большинство российских граждан не готовы поддержать призывы к поражению в войне, как Владимир Ильич Ленин в свое время призывал, лозунг поражения своего правительства в империалистической войне. До этого Россия еще не дозрела. Поэтому, когда мы обращаемся к российской общественности, здесь гораздо более эффективной, востребованной и ожидаемой антивоенная риторика. Мы же видели, как тысячи людей подписывались в поддержку Бориса Надеждына только потому, что у него хватило смелости высказаться против войны, хотя он ничего не говорил про украинскую победу. Поэтому надо просто, мне кажется, понимать, что это два параллельных процесса. И главное, не собачиться друг с другом по этому поводу, потому что это не есть внутреннее противоречие. Это есть просто взаимодополняемые сферы направления работы, адресованные к разным целевым аудиториям. Мне кажется, что, если говорить про стратегию оппозиции, хотя мне не очень нравится это слово, потому что оппозицию надо заслужить. Оппозиция – это то, что роскошь, которой обладает демократическое государство. В авторитарных государствах оппозиции нет, но есть протест, но есть диссиденты, но есть люди, которые готовы протестовать. Так вот, мне кажется, что мы сделаем большой шаг вперед, если сообразим, что не надо друг друга клеймить, потому что и там, и здесь идет борьба с путинским нечеловеческим режимом. Вот и все. Спасибо, Геннадий. У меня вот к вам вопрос. Как вы считаете, вот все-таки возвращаясь к стратегии, есть ли у нас сейчас у людей, я скажем так скажу, с оппозиционными взглядами, да, мы не оппозиция, потому что оппозиция действительно, я соглашусь, она бывает в демократических странах, но, так скажем, у противников, у россиян противников Путина, и те, кто оказался за территорией России, и те, кто сейчас находится внутри России. Вот каким образом, как вы считаете, мы можем объединить свои усилия для помощи Украине? Я думаю, что следует признать несколько фактов. Первый факт, что мы, и мы это, кстати, делаем, наш форум, мы признаем право россиян на вооруженное сопротивление режиму, признавали это на территории Украины, когда они вступают в легион, в РДК, и с оружием в руках борются с путинским режимом. Это абсолютное право, его надо поддерживать. Проблема заключается в том, что, конечно, мы можем это действовать только в взаимодействии с украинским политическим руководством и государством. Своё государство у нас отняли, а это всё-таки государственная деятельность. И вот здесь, конечно, задача такая, на мой взгляд, я опять буду сказать свою точку зрения, никому её не навязывая, вот должен возникнуть, на мой взгляд, в Украине русское войско, корпус российское, 1030-1035-1040, оно не должно быть спалено полностью в войне, безусловно, оно должно участвовать в операциях, но так, чтобы основной костяк остался, это послужит для будущей России прообразом российских силовых структур. Второй момент, мы с вами должны, и это должно быть стратегией российской оппозиции, российских демократических сил. Второй момент, и здесь, мне кажется, не должно быть никаких разногласий. Люди борются с Путиным. Кто как может, а эти люди взяли на себя риск, смелость бороться с Путиным с оружием в руках и ведут работу по помощи Украине в её освободительной, национально-освободительной борьбе и в войне за сверенность, за свободу, демократию и то, чтобы она вообще страна была, потому что Путин отказывает на украинской нации в правильном существовании. Второй момент очень важный, который появился сейчас. Вот мы с вами знаем, и я уже говорил в своём вопросе, что убит Алексей Навальный. Вы видите, что происходит, какая подлая возня происходит с его телом. Требование к матери Алексея Навального согласиться на секретное захоронение, чтобы ни следов, ни могилы, ни места поклонения, ничего, никаких публичных действий. Что сказала Юлия Навальная, выступая, обращаясь к людям? Она сказала, что первая эмоция – это гнев и ярость. Такой же эмоцией охвачены сотни тысяч поклонников Навального. Мы с вами понимаем, что возникнет новое качество сопротивления внутри страны? Я думаю, что понимаем. Хотим мы этого, не хотим. Стихийно будут образовываться группы, отряды, не знаю, там, какие-то там структуры по оказанию сопротивления уже в совершенно иной форме. И вот для нас сейчас с вами станет вопрос. А мы считаем эту форму законной, приемлемой, мы поддерживаем это или нет? Мы готовы признать это правом российского народа? Потому что то, что были не насильственные акции, ну, там облили краской какой-то дом или там подожгли военкомат, ну, все-таки это покушение на имущество так называемое. И то вот здесь был спор между правозащитниками, стоит защищать или не стоит таких людей, и уж тем более, стоит ли, не стоит включать списки. От мемориала очень много зависит. Мемориал – это организация, признанная во всем мире, и ее списки считаются самыми-самыми объективными. Вот. Поэтому вот этот вопрос, который, на мой взгляд, сейчас, может быть, и порождает какие-то разногласия, тоже должен быть решен путем переговоров, консенсуса и понимания вот этой задачи. Путина не свергнешь твитами, Путина не свергнешь белыми ленточками. Власть сама уничтожила возможность любого легального мирного сопротивления. Поэтому я считаю, что мы должны провести серьезную, рабочую, может быть, даже не публичную дискуссию в различные группы оппозиции России, чтобы прийти к какому-то консенсу. Это очень важно. Так же, как мы пришли к консенсу, предположим, по вопросу главного нашего сегодняшнего посыла, непризнание Путина легитимным руководителем страны, и в этом мы абсолютно едины. Так же, как мы согласились на общий флешмоб «Полдень против Путина», здесь вот сидит, должен быть автор этой идеи, где резник, вон он машет нам рукой с задних рядов. То есть вот у нас с вами выстраиваются общие стратегии. И если, конечно, Юлия Навальевна продолжит дело своего мужа, в чем мы ей желаем всяческих успехов, и это будет не только дело ФБК, но и наше общее, то я думаю, что у нас общие стратегии, может быть, очень быстро и, так сказать, плодотворно выстроены. Вот мое представление о том, как можем мы вместе действовать дальше. Леонид. Я должен сказать сразу, что я за победу Украины, за то, чтобы они победили в военном плане, освободили все свои земли, забрали обратно Крым. Я за то, чтобы российская армия агрессии, армия вторжения потерпела полное поражение. Я за то, чтобы Россия выплачивала репарации и судила сама или отдала под Международный суд военных преступников. Я говорю эти очевидные вещи потому, что, что я сейчас скажу сейчас, может показаться противоречащим этим. Я не считаю, что собравшиеся здесь российские изгнанники, российские оппозиционеры должны сплачивать свои усилия для того, чтобы помогать Украине. Я считаю, что мы должны сплачивать свои усилия для того, чтобы помогать России. Это наша страна. Россия, а не Украина. Я с огромным уважением отношусь к каждому, кто выбирает путь военного противостояния режиму и к тем, кто с оружием в руках борется с путинской агрессией на украинской земле, и к тем, кто помогает им разными способами, деньгами, машинами, чем угодно, о том, что делает форум свободной России. Это исключительно важная вещь, которая мне очень симпатична по-человечески. Но я думаю, что все, может быть, кроме тех, кто с оружием там, наверное, понимают, что мы не внесем решающий вклад в их победу. Это не будет решающим вкладом. И скорее то, что мы делаем, это не прагматический расчет. Вот давайте мы сейчас это сделаем, и тогда они победят. Нет. Это скорее моральный выбор. Это выбор такой же, какой многие здесь присутствующих делали, когда шли на так называемые несанкционированные митинги. Мы же шли, мы же не думали, что от этого митинга рухнет путинский режим. Нет. Мы шли потому, что если я не пойду, мне будет стыдно самого себя смотреть. Мне будет стыдно перед своими близкими, перед женой, перед детьми и так далее. Где я был? Почему я не был там? Вот этот моральный выбор, стремление сохраняя чувства собственного достоинства, это то, что ведет нас. Кстати, я уверен, что Алексей Анатольевич Навальный возвращался в Россию, этот античный подвиг совершил тогда. Не только, ну, во-первых, он понимал, куда возвращается, ну, не надо его за идиот-то держать. Конечно, он понимал, куда возвращается. И я думаю, что это был не только прагматический расчет, что вот мое возвращение будет триггером изменений и так далее. Нет, он просто не мог подчиниться злу. Вот просто он не мог подчиниться, да? И я думаю, что это очень важная мотивация для всех нас. И поэтому мне кажется, что российская оппозиция должна обсуждать, и главная наша проблема, это все-таки не как помочь Украине. Потому что победа Украины – это необходимое условие возрождения нашей страны, но никак недостаточное. Никак недостаточное. Вот что мы будем делать для того, чтобы наша страна была нормальной. Вот это действительно вопрос. И здесь я вам вот что скажу. Все эти разговоры про разные партии внутри, про раскол в оппозиции. Дорогие друзья, я не вижу никакого раскола. Вообще, вот между вами здесь сидящими какой-то раскол, да? У нас же полное согласие. У нас же полное согласие, что Украина должна победить. Правильно? Кто здесь против этого? Все же за, да? У нас полное согласие, что путинский режим должен быть демонтирован абсолютно, и должно быть новое государство. Мы тоже абсолютно согласны. В чем у нас есть? У нас есть тактические различия. Но это различие не в мироощущении, не в целеполагании. Это различие в тактике. У нас есть спринтеры и стайеры, да? У нас есть кто-то, кто считает, что да, в среднесрочной перспективе мы можем сделать что-то такое, что изменит страну. Есть люди, которые считают, что в среднесрочной перспективе мы обречены. И сравнивают нас с той революционной миграцией, которая была блестящей, но когда закончилась активная фаза гражданской войны, она уже не могла повлиять на ситуацию в России. Соответственно, разные действия, соответственно, разные действия. И полдень против Путина, делегитимизация сейчас, и работа на дальнюю перспективу, на ту ситуацию, когда этот морок пройдет, а он пройдет рано или поздно, куда денется. Вот весь этот мрак проходит. Сколько они народа еще убьют, это неизвестно, увидим ли мы это. Тоже неизвестно, к сожалению. Но, конечно, это пройдет. И работа на то, чтобы потом, после того, как это пройдет, мы смогли на руинах, которые останутся, построить нормальную страну. Вот. Я думаю, что нет никакого раскола между нами. Это придумка. Это придумка. Нет раскола. Нет никаких партий особых внутри нас. Мы абсолютно едины. Я не вижу противоречий. И люди, которые в разных странах и в России, оставаясь в России, чего-то делают сейчас и делают важные, очень часто, но в России просто героические вещи, да? Они абсолютно едины между собой. Нет никакого раскола. Ребята, мне не надо это, по-моему, повторять и рассказывать вот эти байки. Что русская оппозиция слаба, потому что она раскола. Она не раскола, она едина. Спасибо. Спасибо, Игорь. У меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, у вас нет ощущения, что у российского гражданского общества есть определенная вина перед Украиной? Потому что та борьба, которую мы не довели до конца в своей стране, вот сейчас, к сожалению, с этим сразросшимся злом должна столкнуться Украина. И они как бы довоевывают то, что не довоевали мы. Спасибо. У меня есть ощущение, что у российской оппозиции есть вина, прежде всего, перед Россией за то, что мы допустили фашистский режим. Говорить об этом можно долго, и вряд ли это тема сегодняшнего разговора. Я абсолютно убежден, что когда мы говорим, что нет раскола, мы закрываем глаза на реальность. Когда вы обозначаете, обозначена сегодняшняя тема нашей дискуссии, партия Победы Украины и партия Антивоенная, то у меня, прежде всего, вопрос к диагностике. Мы согласны, что сейчас, ну, можно спорить со словах, идет мировая война, фактически. Фактически она идет. Центром ее является поле боя Украины. Она еще идет на Ближнем Востоке. Можно в какой-то степени считать, что сегодняшнее противостояние Трампа современной цивилизации – это тоже отроги вот этой мировой войны. Потому что война идет против евроатлантической цивилизации. Война идет на ее уничтожение. И у меня теперь вопрос. А вот может ли быть Антивоенная партия во время мировой войны? Вот она может быть. И если она может быть, то она на что работает? Она работает… Вот могла ли быть Антивоенная партия во время Второй мировой войны? Там была антигитлеровская коалиция, которая работала на уничтожение фашистского рейха. А вот что такое Антивоенная партия во время Второй мировой войны, я не понимаю. И точно так же я не понимаю, что такое сегодня Антивоенная партия в условиях сегодняшней войны. И когда вы говорите о том, что нет и не может быть среди нас раскола, ну вот на этом вот месте только что на предыдущей дискуссии сидел Альфред Кох, который в каждом своем посту, тексте в Телеграме говорил о том, что необходимо сейчас устраивать переговоры с Путиным. У меня нет с ним единства. Я не раскольник, но у меня единства с ним нет. У меня нет единства с Григорием Сеевичем Явлинским, который говорит о том, что надо немедленно прекратить стрелять и остановить войну, потому что к кому он обращается? Он же не говорит, что Путин должен, он говорит, надо прекратить стрелять. Что это означает? Это означает, что фактически это партия поражения Украины. У меня нет никакого ощущения того, что мы должны быть едины с Григорием Сеевичем Явлинским. У меня нет единства с Альфредом Леонидовичем Кохом, но нет у меня с ним единства. Значит, когда вы говорите о том, что не надо... Я понимаю, Леонид, вас распирает желание мне возразить, я вас понимаю, я сочувствую вам. Я хотел бы сказать, что когда вы говорите, что мы хотим победы Украины, здесь у нас с вами полное единство. А когда вы говорите, что мы не должны, российская оппозиция, помогать Украине, то я перестаю вас понимать. Потому что я думаю, что победа Украины не означает смену режима в России, но это необходимые условия. И поэтому я не понимаю, почему мы не должны помогать Украине. И более того, если говорить о том, какая помощь России, то я абсолютно убежден, что вся история России, российской империи, она свидетельствует о том, что освобождение России может быть только через распад. И мне кажется, я абсолютно убежден, что одна из главных проблем мирового общественного мнения – это панический ужас перед распадом России. Панический ужас. Когда был второй этап распада Российской империи в 1991 году, то мировое общественное мнение приложило все усилия для того, чтобы предотвратить этот распад, распад Советского Союза. Мы помним, как в Украину приезжал тогдашний президент Соединенных Штатов Америки и уговаривал тогдашнего лидера Украины не подписывать декларацию о независимости. Они боялись распада Советского Союза. Они не понимали, что в результате распада увеличивается объем свободы. Выделяется свобода в результате распада, как вот химическая реакция. Распад империи приводит к увеличению свободы. И нынешний распад России – это не значит, что это навсегда. Это означает, что… Вот я понимаю, что сейчас память Навального – это то, что нас объединяет. Но в то же время, я думаю, что сегодняшняя ситуация вместе с Навальным, который своей энергетикой подпитывал великий проект «Прекрасная Россия будущего», нужно все-таки понимать, что «Прекрасная Россия будущего» – это очень отдаленная история, это очень отдаленный проект. А сначала должна быть «Прекрасная Сибирь будущего», сначала должна быть «Прекрасный Урал будущего», «Прекрасная Якутия будущего», «Прекрасная, если угодно, Московия будущего». То есть распад фашистского рейха – это то, что может быть путем к свободе. А потом уже, после того, как будет построена, ну хотя бы нормальная Сибирь будущего, нормальный Татарстан будущего, не обязательно прекрасный. Но потом, я думаю, что интеграционные процессы вполне могут возникнуть, и вот тогда, и только тогда возникнет, ну хотя бы нормальная Россия будущего, которая не будет угрошать всему человечеству. И вот на сегодняшний момент, вот я своей работой, например, ставлю задачу создать ситуацию, при которой будет понимание, а как может выглядеть отдельно существующий Дальний Восток, такой, который не станет частью Китая, а как может существовать отдельный Урал. Это требует больших усилий интеллектуальных, потому что многие в это не верят. Многие даже не верили, когда Татарстан в 92-м году проголосовал за выход из состава России. Многие говорили, а как это так, вы будете существовать без России? Нам очень много, когда Советский Союз распадался, говорили о том, что как это страны Балтии будут существовать без Советского Союза? Они же сдохнут от голода. Мы вот присутствуем в одной из этих стран. Все нормально оказалось. Точно так же и отдельные части России прекрасно будут существовать. Понятно, что тут будет тяжелый путь, очень сложный путь. Но мне представляется, что на сегодняшний момент та платформа, которая может объединить ту часть людей, которые действительно считают себя оппозицией, а я абсолютно убежден, что Григорий Алексеевич, яблинский, оппозицией не является. Я абсолютно убежден, что большая часть всех людей, которые говорят о том, что нам нужен сейчас просто мир, они не являются оппозицией. Потому что Путин тоже говорит. Путин же тоже говорит, что нам нужен мир. Он готов к перемирию, он готов к переговору. И позиция Надежды, ну уж извините меня, пожалуйста, она очень мало чем отличается от позиции Путина в этой части. Да, в других частях отличается, но в этой части не отличается. И поэтому я не понимаю, какая может быть консолидация у, скажем, Каспарова с тем же самым Явлинским, у Каспарова с тем же самым Надеждином. Нет, не может быть консолидации. И поэтому здесь мы разные. И, понимаете, затушевывать эти отличия не здорово. С моей точки зрения, два основных, две основных идеи могут быть объединительными. Первое, это действительно помощь, главная оппозиционная сила сегодня, это вооруженные силы Украины. Ну, надо же это признать в конце концов. Это главная оппозиция Путину. Они сейчас с Путиным воюют. А наши возможности весьма ограничены. И я думаю, что главная задача, если мы поставим на флаг, повесим на флаг Форума Свободной России несколько идей. В частности, первое, это создание серьезной российской добровольческой армии внутри вооруженных сил Украины. И второе, это заявление о том, что несовместимо существование Российской империи со свободой. Империя и свобода – это вещи несовместимые. И значит, это должен быть распад Российской империи. Уверяю вас, на сегодняшний момент настроения центробежные внутри вот этого, так сказать, вот внутри подкоркой вот этого тоталитарного режима очень серьезные. И я просто, я вижу их, потому что и Башкортостан, и Якутия, и в Сибири огромный потенциал центробежных тенденций. Их надо поддержать, их надо выявить. И нужно приложить интеллектуальные силы вот того самого свободного университета, который сегодня существует, и который представлен здесь аж тремя целыми профессорами, обоснованием того, каким образом эти регионы могут существовать отдельно и не, так сказать, отдавать 90% своих ресурсов Москву. Вот если на это сосредоточены будут усилия нашего Форума Свободной России, я думаю, что мы можем объединить значительную часть оппозиции. Не только, так сказать, тусовочную, которая, к сожалению, присутствует, но и в значительной степени ту, которая находится сейчас в России. Спасибо. Игорь, большое спасибо. Елена, и у меня к тебе вопрос, как к профессору Свободного университета. Я хочу передать вопрос Игоре тебе. Вот скажи, пожалуйста, что думает Свободный университет по поводу поддержки настроений в Башкортостане, на Дальнем Востоке, в Татарстане, с требованием свободы от этой империи. Готов ли Свободный университет действительно проработать этот вопрос, поддержать? Какое мнение у Свободного университета? Давайте я буду все-таки отвечать на вопрос, который поставлен перед панелью. Я не вижу противоречий между антивоенной партией и партией Победы Украины. По одной простой причине. Я хочу, чтобы моя страна, в каких бы географических рамках она ни была, или страны, которые останутся на ее месте, хотя я не так сильно уверена в том, о чем говорит, что утверждает Игорь. И мы с Дмитрием Орешкиным долго думали, уже год думаем, потому что он у нас читает федерализм над этим вопросом. И пока у нас замеров таких нет, о которых говорит Игорь совершенно. То есть мы понимаем, что Россия не останется в тех пределах, в которых она сегодня есть, но и о таком развале тоже говорить нельзя, не приходится. Так вот, я хочу, чтобы моя страна, или те страны, которые окажутся в пределах той территории, которую сегодня мы называем Россией, чтобы территория этой страны на русском языке, на иных языках народов России никогда не отдавался приказ бомбить кого-либо. То есть антивоенная партия состоит в том, что я не хочу, чтобы страны воевали. Война – это очень плохой способ жизни человечества, который не дает человечеству развиваться. Условия развития богатства, здоровья, счастья, улыбок – они невозможны в условиях войны. Категорически – это антивоенная партия. Дальше. Для того, чтобы страны не вели войн, они должны быть определенным образом устроены и сконструированы. Демократические страны не воюют друг с другом. Следовательно, я очень хочу, чтобы Россия или страны на ее территории были устроены таким образом, чтобы они не воевали друг с другом и со всем остальным миром. А как это возможно пока Россия – империя? Еще раз. Я объясняю. Отсутствие противоречия между антивоенной партией и Партией Победы. Для того, чтобы они, Россия или страны на ее территории, были устроены таким образом, чтобы они не хотели, не только не хотели, полностью бы исключали возможность в своих программах воевать. Слушай, мальчики говорили долго, теперь девочки поговорят, а вы потерпите. Лена, говори, все нормально. Ты имеешь право. Так вот, чтобы такого не было, нам нужна победа Украины. Потому что по-другому трансформация того, что стало с Россией, особенно за последние 20 лет, иначе, чем через победу Украины, невозможна. Теперь, что касается Свободного университета, Татарстана, Башкортостана, значит, центробежные тенденции на территории нашей страны возникают только тогда, когда центр слаб или его действия, в общем, неодобряемы на территории страны. Если у вас есть замеры о том, что на сегодня в Татарстане, Башкортостане и иже с ними действительно идут серьезные центробежные процессы, у меня таких данных нет, потому что замеров нет, следовательно, я делаю вывод о том, что политика центра не одобряется на территории России. И все разговоры о том, что Путина ЭКО поддерживает там 86, 76, 60, 50 или даже 30 процентов, неверны. Это ложь. Вот как-то так. Я не уверена, повторяю, что этот развал будет. То, что будут центробежные тенденции. То, что каждый из этих стран сможет рано или поздно жить самостоятельно, если захочет, потому что ей это не очень удобно будет в условиях там единой территориальной, единой транспортной, электрической там и всего прочего инфраструктуры. Она может этого не захотеть. Но то, что начинать надо с очень большой децентрализации, перераспределения бюджетов, с местного самоуправления, а не наоборот, сверху вниз, снизу вверх, чтобы хоть как-то, может быть, удержать эти территории. А почему вы говорите, что там государственность? У нас же подавляющее большинство субъектов федерации, в общем, липовые субъекты федерации, они совсем не национальные, они, в общем-то, обычные административно-территориальные единицы области российские. Может быть, ему удобнее будет жить вместе. Я допускаю, что Ингре, Калининград, Дальний Восток, который уже бывал отдельной республикой смешанного типа, еще там Татарстан, Башкортостан, допускаю. Но вот как-то я не уверена про Урал, хотя может быть. Хотя, по-моему, еще при Росселе пытались ввести валюту специальную, которая под названием «Уральский франк». Да? Допускаю. Но дело не в этом главное. Не в этом главное. Захотят – будут жить отдельно. Захотят – перестроят систему взаимоотношений. Но главное, чтобы они не воевали. А для этого нужна победа Украины. Большое спасибо. Сейчас мы по второму кругу идем. Иван, Леонид, Геннадий. Я бы все-таки хотел отреагировать на один из тезисов Леонида Гозмана. Потому что как бы sounds good, что мы вроде все же за одно и то же. Но я бы все-таки хотел вернуться назад. Война в Украине идет 10 лет. И все-таки внутри российской оппозиции длительное время существовали достаточно серьезные сущностные разногласия, связанные как раз с вопросом империи. Потому что после аннексии Крыма далеко не все представители российского гражданского общества и все оппозиционные группы могли бы говорить, что Крым – это Украина. Более того, как могли изворачиваться, и эту тему избегали. И когда мы основывали форум в 2016 году, мы думали, какие критерии ввести для того, чтобы человек мог принимать участие, чтобы у нас была какая-то общая платформа. И критерий таких было два. Это выступление против путинского режима и второе – это признание Крыма украинским. Что читается по большому счету как позиция против имперского уклада России. И мы, давайте честно признаем, длительное время находились в меньшинстве. Более того, мы обозначались как маргинальная какая-то группа, которая сидит в Вильнюсе, а мы вот тут боремся и занимаемся важными делами внутри России. Дихотомия – это была, она была долгие годы. И немножко неприятно это произносить, но похоже, закончилась дихотомия с трагической гибелью Навального. Только сейчас я слышу многочисленные либеральные СМИ, которые как мантру пересказывали вот этот разговор, что бороться можно только внутри России, а это эмиграция, это все, это списанный товар. Вот вы обращались к людям, которые ходили на марш несогласных. А сколько из людей в эмиграции слышали фразу и читали ее в своем там фейсбуке или где? Уехал и заткнись. Очень многие гражданские активисты в России, они просто лишали эмигрантов правый голос. А те, кто выступал против аннексии Крыма, кто выступал против имперского развития, определялись как маргинальная какая-то группка, которая там сотрясает кулаками. Да, после того, как началась большая война, полномасштабное вторжение, действительно, вот эта платформа форума, назовем ее так, стала общим местом, что было выражено в Берлинской декларации, которую подписало там, наверное, тысяч 40 человек уже. Это была большая встреча, где разные группы оппозиции согласились с тем, что мы выступаем за победу Украины, мы признаем режим преступным и нелегитимным, и мы выступаем за возврат всех оккупированных территорий. Но на протяжении длительного-длительного времени не просто не было вот этого идеологического единства и признания порочности имперского пути развития России, но был очень серьезный антагонизм и противопоставление. Сейчас, да, у нас есть база, где мы можем вместе работать, мы сделали большой шаг вперед. Действительно, если мы возьмем сейчас ключевых игроков, оппозиционных, основные группы, мы на одной платформе стоим. Понятно, что какой-нибудь там Надеждин выносится за скобки, потому что та концепция, с которой он, скажем так, шел в народ, ну это абсолютные кремлевские нарративы, по крайней мере части, значит, кремлевского дискурса во многом. Дорогие друзья, я умею произносить лозунги «Смерть империи». У меня это получается неплохо, но вроде бы мы не на митинге, а мы вроде что-то обсуждаем. Вот поэтому, ну что, Иван, я полностью с вами согласен. Конечно, вы правы. Я относился к числу тех людей, которые с самого начала аннексии Крыма считали это жутким преступлением, как вы знаете, да, и не скрывал этой позиции. Естественно. Теперь смотрите, смотрите, значит, кто такая оппозиция? Вот есть раскол или нет? Кто такая оппозиция? И Игорь Александрович, скажем так, справедливо причисляют имена людей, которые занимают позицию, ну, мягко говоря, странную, ну или там, я не знаю, предательскую, какую хотите во время, действительно, страшной войны. Да, но это вопрос дефиниции. Кто такая оппозиция? Если оппозиция для вас это 15 грандов, 15 известных и заслуженных, безусловно, известных людей и так далее, это одно. У них всегда будет раскол просто по той причине, что они конкурируют за позиции. Это не может быть иначе. Для меня оппозиция, это совершенно другие люди. Для меня оппозиция, это те люди, которые остались в России и сейчас несут цветы на могилу Навального. И если в первые часы ими двигала скорбь, то после первых же разгонов это стало политической манифестацией. Политической манифестацией. Более того, вот один мой товарищ в России, который сейчас ходил, возлагал цветы, никогда не был сторонником Александра Анатольевича Навального. Никогда. Это уже сейчас стало просто политической акцией. Для меня эти люди оппозиция. Для меня оппозиция те, кто в разных странах, оказавшись в изгнании, в разных странах собирает деньги. Кто, как вы, на прямую помощь нашим добровольцам, что замечательно совершенно, кто на печке и генератору Украине, кто на помощь нашим беженцам и так далее. Вот эта оппозиция и в этой оппозиции я не вижу никаких противоречий вообще. Я не вижу этих противоречий. Ребята, а про Явлинского или про Надежды, тем более, ну что, господи, что говорить-то. Вот. Значит, это вот что. Теперь насчет помощи Украине. Надо ей помогать или нет? Ну, конечно, надо. И абсолютно правы все те, кто говорит, что именно Украина является на переднем фронте борьбы сейчас. Именно они спасают мировую цивилизацию. Именно они. В том числе они дают какой-то шанс нам. Вот. У нас нет шанса, если они не победят. Но в чем наши возможности и наша ответственность? Вот. Мне кажется, что все-таки главная наша ответственность это Россия. Это что будет там? Будет это одно государство или будет это много государств? Я тоже, я не знаю, я понятия не имею. Мне-то кажется, что сохраниться в этих границах шансов нет. Что она распадется. Ну, на сколько частей и как, это никто не знает. Но мы надо отдавать себе отчет в том, что мы не можем на это повлиять. Понимаете? Мы повлиять на то, будет распад России или не будет распад России, можем даже в меньшей степени чем мы можем повлиять на победу Украины. Вот мы живем в этих обстоятельствах. И в этих обстоятельствах наша главная ответственность. Наша главная ответственность. Это что будет происходить в нашей стране или там на ее территории. Вот это наша главная ответственность, мне кажется. Тогда мы российская оппозиция, а не просто подразделение некого украинского общества. Геннадий, вы хотели прокомментировать? Да я не то, чтобы прокомментировать. Вот мы сейчас все о том, что будет после, после да после. А после может и не быть, если не будет сейчас, если Путин останется в Кремле. Вот по-моему вся стратегия российской оппозиции, вот мы все пытаемся разобраться в себе, какой мы партии. Вот я, например, уже сидя на сцене, уже не понимаю, в какой партии. Я точно знаю, что я в партии против путинизма и выступаю за его полную демонтаж и разрушение как можно быстрее. Поэтому вся наша стратегия должна заключаться только в одном. Мы должны сделать все, чтобы этот режим сейчас при нас, нашим настоящим, и чтобы мы еще могли принять участие в формировании новой страны, какой она там будет. Это мы сейчас пытаемся решить здесь за народа. Народы сами скажут, что они хотят. Вместе жить, по-разному и так далее. И вот мне кажется, что когда мы сейчас с вами говорим о том, что нужно сделать сейчас, сейчас нужно сделать, выстроить стратегию вместе с Украиной, вместе с мировой коалицией. Ведь на самом деле ни у кого нет никакого плана по России. Нет никакой стратегии. Об этом и Каспарова говорит каждый день, и многие из нас тоже говорят. Вот сейчас мы должны обратиться к народу Украины, к ее политическому руководству. Давайте объеднем усилия. Путин общий враг. Будет в Кремле, никакого мира не будет. Никакой безопасности Украины не будет. Ничего не будет. И мы с вами пойдем, там сказать, поварами, официантами, таксистами, как это было когда-то, стоя русской оппозицией, стоя русской иммиграцией, которая в 20-м году бежала из страны. И оказалось, что это навсегда для них, по крайней мере, для того поколения. И вот мне кажется, сейчас мы должны объединяться именно по тем шагам и действиям, которые направлены, уж извините, на свержение путинского режима. Потому что без этого ничего не будет. У нас нет никакого будущего при Путине в Кремле. Вот наша стратегия, вот наша цель и вот наша платформа для объединения всех групп российской оппозиции, вне зависимости от того, какими авторитетами они меряются, какими ресурсами располагают. Мы знаем, что Украина, да, не победит, значит, и у нас шансов нет. Но это не означает, что одна победа автоматически будет означать поражение путинского режима. Мы должны уже сейчас вместе со всеми вот этот план выработать. Вот это наша стратегия, одна партия. Партия против путинизма, партия за возвращение России к демократии, к свободе. У нас осталось не так много времени. Сейчас я попрошу тех панелистов, которые второй раз не высказались, высказать свое мнение. И у нас есть вопросы из зала, и мы тогда предоставим возможность участникам высказаться. Елена. Верно все сказал Геннадий Владимирович о наших главных целях и о том, что надо делать сейчас, объединяться для того, чтобы сместить режим Путина. Но помимо этого есть еще очень много работы. Настолько много, что чем дальше продолжается эта война, и чем больше слабеет, я не ошибаюсь, режим Путина, тем больше этой работы становится. Мы сегодня начали первую панель с того, что огромное количество работы в правозащите, в фиксации преступлений. Но ведь режим падет, и надо что-то делать дальше, и надо быть готовым к этому, чтобы не вывалиться в ту форточку возможности, которая вдруг откроется. Поэтому чем дальше идет, чем ближе приближается, чем мы это чувствуем, мы не можем сказать точно когда, тем больше задач и проблем. Писать законы переходного периода, восстанавливать историческую память, фиксируя. Очень много работы. Вот одновременно нельзя упустить молодежь, которой надо учиться, потому что больше в российских вузах с 20-го года почти невозможно получать нормальные знания, и поэтому работает свободный университет, и поэтому у него такие огромные наборы, поэтому по несколько тысяч человек присылают мотивационные письма каждый семестр, и фолловеров уже далеко за 20 тысяч, и они несут эти знания, и к нам все больше и больше присоединяется профессоров. И это все задача тоже того, что называется оппозиция, потому что мы все это делаем вместе, и к нам присоединяются профессора из других стран, и вчера мы договорились с Олесей Яхно, что она тоже будет читать в нашем университете, и она не первый украинский профессор, который к нам пришел и придет, и белорусские тоже. То есть работы непочатый край, поэтому может быть мы и договорились о единой позиции, потому что хватит спорить, и надо идти вперед, и делать этот огромный увеличивающийся с каждой минутой огромный вал работы, каждому свою. Нам надо сохранять себя, сохранять детей, учить, готовить прекрасную Россию будущего в тех или иных ее видах. Отдельно Башкортостан, Статарстан, это не вопрос. Но все это должно быть максимально готово, чтобы потом совершить меньшее количество ошибок. Спасибо. Дмитрий. Ну, поскольку вопрос о распаде России, это в некотором смысле моя профессиональная сфера деятельности, я все-таки политгеограф, я хочу сказать, что, во-первых, никто не сделал столько для грядущего распада, как Владимир Владимирович Путин. Логика очень простая. Все крупные империи раньше или позже распадались по чисто экономическим причинам, потому что эффективнее управлять территорией можно, если власть децентрализована и приближена к территориям, к этим. Ну, например, до Первой мировой войны, накануне Первой мировой войны в Европе было 15-16 государств. Перед Второй мировой войной в Европе было 30 государств. Вот сейчас в Европе около 60 государств, никто вам точно не скажет сколько, потому что непонятно, там, Косово, Абхазия, вообще она в Европе или не Европе, Приднестровье и так далее. То есть дробление политических контуров ответственности это совершенно неизбежный процесс. И распад Советского Союза в этом смысле был, как сейчас кажется, вполне естественным, огромное спасибо ненавидимому демократами и антидемократами Горбачеву и Ельцина, что этот распад произошел без большой крови. С кровью, но без большой. Вот Путин ведет Россию к распаду кровавому, потому что в замечательной России будущего «Куда вы денете Кадырова и кадыровцев?» Пришли к власти в Москве демократы и что? Что ему делать? Понятно, что ему тюрьма светит. Этот человек начинает защищаться. Он или будет воевать за Москву вместе с какими-то путинскими силовиками, или он будет организовывать какой-то Северокавказский Эмират, чтобы защитить себя и сохранить свою власть? Или самый плохой для него вариант это просто погрузить деньги, доллары в мешки, мешки положить на спину верблюда и уехать в Арабские Эмираты? Так что Путин почему ведет страну к распаду? Потому что он ее лишает институционных основ для нормального сосуществования и решения конфликтных межтеррикториальных проблем. Законы не работают, Совет Федерации пустое место, честные выборы давно остались в прошлом, даже не то, чтобы честные, скажем так, конкурентные выборы, а политическая конкуренция осуществляется между людьми, у которых за спиной единственно значимый политический ресурс Российской Федерации Владимира Путина силовой, то есть тот, у кого больше солдат, тот, у кого больше пулеметов или танков, тот и будет захватывать власть. Но не будут же они действовать по Конституции, если Путин вдруг исчез. По Конституции премьер должен в течение трех месяцев подготовить выборы, исполнять функции президента, а потом на этих выборах должны определить нового президента. это что, Золотов, Кадыров, Патрушев, которые прекрасно знают, как устроена система выборов в России, скажут, уважаемый товарищ Мишустин, тебе по Конституции прописано, ты организуй выборы, а уж потом, кого народ выберет, тот и будет править. Нет, конечно, в путинской России это невозможно. Поэтому распад будет кровавым. И это никого не радует, потому что в результате распада России, например, первое, что сделает Григорий Александрович Лукашенко, Александр Григорьевич, да, это наложит лапу на тот ядерный арсенал, который у него в стране, привлечет на свою сторону или подавит военнослужащих российских, которые на его территории, и благодарный мир получит Лукашенко с атомной бомбой. Я хочу сказать, что это как бы о распаде. Теперь о том, как все это можно использовать или не использовать. Если вы выйдете в сумасшедший дом, который сейчас под колокольный звон, в засос братается с чумным бараком и называется Российской Федерацией, с идеей распада России, ну, вас сожрут заживо люди с выпавшими зубами по случаю того, что они давно и долго болеют той же самой какой-нибудь тяжелой болезнью, ментальной или физиологической. Это не актуально, поэтому Навальный никогда ничего про это не говорил. Он говорил о прекрасной России будущего, как бы в скобках подразумевая, что она будет единой, великой и прочее, за что его очень многие обвиняли в русском империализме. А на самом деле он просто хорошо понимал ту самую аудиторию, с которой он имеет дело. Это та самая аудитория, которая в количестве 86% поддержала аннексию Крыма. Я был среди тех, кто написал еще в марте 2014 года, что это катастрофа, что это добром для России не кончится, и меня многогрешного даже внесли в какой-то там список друзей Украины. После этого это не мешало меня обвинять в российском империализме и прочее. Это нормально, тут нет проблем. Проблема в том, что нам не друг перед другом надо выступать, проблема в том, что надо работать с 146 миллионами населения Российской Федерации, у которых мозги забиты ватой. И любой шаг, который рационализирует эту ситуацию, объясняет им, где хорошо, где плохо, является шагом в правильном направлении. Поэтому прекрасно понимаю, кто такой Борис Надеждин, прекрасно понимаю его степень зависимости и системности. Я ему земно благодарен за то, что он сказал, что надо кончать войну. Жены российских военнослужащих, если вы им скажете, что они являются военной целью для Украины, легальной военной целью, они вас тут же разорвут мелкие клочки. Это же тоже надо понимать. Но они против войны, потому что они не хотят получить своих мужей, братьев, сестер, детей, кого угодно, в пластиковых мешках. Поэтому мне кажется, мы находимся в такой ситуации, когда мы не можем разбрасываться любым ресурсом против Путина. И в этом смысле, мне кажется, надо просто понимать, что мы работаем в разных аудиториях. Здесь люди хотят слышать одно, там они хотят слышать совсем другое. И есть еще объективный процесс. Объективный процесс заключается в том, что Путин построил суперцентрализованный пылесос, который высасывает из территории ресурсы, прежде всего налог кровью. Берет он это в основном из национальных республик. Больше всех пострадало, потеряло людей Бурятия, много Якутия, много Дагестан, много Северная Осетия, мало относительно Москва, потому что Москву он не хочет обижать, он не хочет с ней связываться. Ну так вот, естественно, он создает предпосылки скорого и, наверное, очень опасного распада этого пространства. Но я хочу сказать, что от этого радости мало кому будет, потому что хлынет волна беженцев, потому что ядерное оружие может расползтись и попасть в руки, например, Кадырова и так далее. Поэтому Запад высказывается так, скажем так, трусливо, как мы пафосно выражаемся. Он просто взвешивает риски. Так вот, эмпирический подход, он заключается в том, что мы не можем разбрасываться союзниками, даже если они нам не очень нравятся, даже если я вам не очень нравлюсь, потому что есть люди, которые произносят более решительные слова. Но я просто, извините, пожалуйста, специалист по тому, как устроена эта страна. И когда Советский Союз распался, между нами говоря, не только страны Балтии образовались, но и свободолюбивая Туркмения, и свободолюбивый Таджикистан, и свободолюбивый Узбекистан, где никто из вас не захотел бы по доброй воле жить. И это тоже надо иметь в виду. Я к тому, что надо все-таки, мне кажется, быть рациональнее. Все, кто против Путина, наши сторонники. Большое спасибо. Прежде чем я дам слово Игорю, у меня просьба, все, кто хочет задать свой вопрос, у нас в проходе установлен специальный микрофон, пожалуйста, подходите, и после того, как выступит Игорь, вы сможете это сделать. Игорь, пожалуйста. Если можно коротко, потому что мне хотелось бы оставить время для вопросов. Я думаю, что самое правильное будет отказаться от выступления. Большое спасибо. Хорошо. Пожалуйста, ваши вопросы. Пожалуйста, представляйтесь. Алексеева Наталья в Финляндии, со-координатор отделения финского. Спасибо большое за возможность сделать ремарку. Извините. Со-координатор финского отделения Форма Свободной России в Финляндии. Спасибо за возможность сделать ремарку, потому что на прошлой встрече в Таллине модератор Леонид Гозман не дал мне эту возможность. Спасибо, что вы сейчас. Так, в виде зачина этого сегодняшней панели было утверждение профессора Леонида Гозмана о том, что противоречий нет между партией антивоенной и партией Свободы Украины. А я это противоречие вижу. Вот я цитирую просто вас сегодня. Вы говорили, я знаю, что режим Путина не рухнет, но я иду на несанкционированный митинг. Это, по-видимому, практика антивоенной партии, да, это позиция антивоенной партии, но я иду на этот митинг. И вы же говорите, режим Путина должен быть демонтирован. Вот я вижу противоречия, я вижу огромный гэп и пропасть между этими двумя утверждениями. И я считаю, что только, по крайней мере, как минимум, помощь Украине может этот гэп закрыть и дать нам возможность перейти вот к этому второму этапу, демонтировать режим Путина. А вот этим вот выйду на митинг, хотя я знаю, понимаю, что это ничего не решит, а я выйду. Вот это как-то не сработало. Не срабатывало многие годы. Ваш аргумент понятен. Спасибо. Пожалуйста. Меня зовут Катерина Марголес. Я кратко постараюсь тезисно сказать. Империи умирают прежде всего в головах. И образование здесь действительно является первичным. К сожалению, вирусом имперства в равной степени заражено все российское общество, не первый век, и оппозиция здесь не исключение. Это не повод кидаться какими-то обвинениями, а повод заглянуть в себя и думающие люди, в том числе исследователи, в том числе профессора, в том числе сидящие здесь, должны задать этот вопрос себе, по моему глубокому убеждению. Потому что я слышу типичные колониальные нарративы с третьим лицом он, они. Я не вижу выступления от первого лица, я не вижу представителей здесь в этой дискуссии ни Башкортостана, ни Якутии, ни Бурятии. И я хочу сказать, что единственный курс по деколонизации России, который предложили отвергнуть свободным университетом, существует сейчас независимо, там большое количество слушателей, в том числе тех же Бурят, Фудыге, представителей Украины, представителей Балтии и так далее. И этот курс будет существовать внутри украинского университета теперь, потому что я думаю, что всем понятно, что с образования начинается понимание. И вот сегодня, например, было упомянута Чечня, кто-нибудь вспомнил, что сегодня 80-летие депортации полумиллионного народа чеченцев и ингушей. У нас этого не лежит на первом плане, потому что Россия, россияне и наследники, в том числе оппозиции, не осознали своей исторической вины за империю, которую мы видим теперь на фронтах Украины. Спасибо. Большое спасибо. Катя, я сегодня утром, сегодня утром, я опубликовал пост по поводу 80-ти лет со дня депортации. Поэтому говорить, что никто не вспомнил, я полагаю, что здесь не только я, а многие другие тоже. На этой панели, я сказала, на этой панели, спасибо. Хорошо, давайте дадим возможность высказаться. Мы же не можем на одной панели обсуждать все вопросы, но есть конкретный план. Конечно, мы все осуждаем депортацию, но что, это же не обязательно сегодня говорить обо всех событиях. Добрый день, спасибо за возможность высказаться. Меня зовут Роман Удотт, меня зовут Роман Удотт, мы занимаемся наблюдением за выборами, и меня в этом плане, конечно, я хочу высказать благодарность Геннадию Владимировичу, что, по-моему, он практически единственный, кто вспомнил о демократии в этой стране. У нас есть форум «Свободная Россия», но почему-то слово «демократия» здесь не звучит. Вопрос мой звучит так, от какого народа мы делим сейчас Россию? Почему мы думаем, что при делении высвобождается энергия? Это ядерный распад, но есть ядерный синтез, когда при объединении выделяется энергия. Раздел Германии, раздел Польши, раздел Грузии, раздел Молдовы, который сейчас есть, он не приносит никакой свободы, к сожалению. Где вы берете это все? От какого народа вы делите Россию? Вы постоянно говорите 85 процентов. Это был живый, ничем не подтвержденный опрос в ЦИОМа. Почему вы носитесь с этими безумными пропагандистскими лозунгами? На выборах президента Путина, как бы они не были сфальсифицированы, после крымского аншлюса он набрал 77 процентов. Дмитрий Борисович подтвердит, что 15-20 процентов это бюджетники, которые голосуют, как им скажут. У нас остается 60-57 процентов поддерживало Путина вот в этой всей эляции. 40-43 процента было против, почти 50-50. Из этих вот 7 процентов мы решаем вместо того, чтобы лечить. И правильно Елена говорила о том, что конструкция важная, небольшой, маленький. Если человек больной, мы же его не режем на куски, потому что он после этого станет здоровым и при распиле выделится энергия. Поэтому мой вопрос от какого народа делите Россию? Откуда вы берете 85 процентов? Спасибо большое. Следующий вопрос и потом ответим. Я не стал бы выступать, если бы, так сказать, господин Яковенко непосредственно... А ближе? Я не стал бы выступать, если бы господин Яковенко в очередной раз не набросился на меня с обвинениями. Да, он постоянно в своих эфирах это делает, как мне рассказывает. И вот теперь он это сделал очно. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что я не считаю господина Яковенко и тех людей, которые выражают такие же взгляды, как и он, своими противниками, потому что мы живем с ними в разных мирах. Я, откровенно говоря, не знаю, в каком мире живет господин Яковенко, но в том мире, в котором я живу, мне известны факты. Это не интерпретации, это не политические воззрения или какие-то программы, это просто факты. Факт прост. На сегодняшний день в Украине по сведениям Верховной Рады, публикованным, которые можно прочитать, 11 миллионов людей, которые попадают под мобилизацию. Из них 2 миллиона находятся за границей, они уехали, как беженцы. еще порядка полутора миллионов. Это инвалиды всех групп, которые не подлежат мобилизации. И там еще есть масса групп, в частности, 3 миллиона оказалось на оккупированной территории, и тоже, так сказать, их нельзя мобилизовать для ВСУ. Короче, там со всех делов получается чуть меньше миллиона человек, которые можно мобилизовать. В том числе здесь и студенты. И эти люди не хотят идти на фронт. И это очевидно. Потому что даже сама Верховная Рада признает, что этих людей нигде они не могут идентифицировать. Они нигде не работают, нигде не зафиксированы. И так далее, и так далее. Остается мобилизовывать тех, кто занят, как говорится, в народном хозяйстве. Это порядка 3 миллионов человек. То есть из них нужно полмиллиона вынуть и отправить на фронт. Кто их заместит, не очень понятно. Понятно, что это будет очередной экономический спад. И так далее, и так далее. Это факты. И факты также то, что с ноября месяца Верховная Рада не может по этой причине принять закон о мобилизации. И на сегодняшний день ситуация такова, что 450 депутатов Верховной Рады внесли 4 тысячи поправок в этот закон. Регламент требует, чтобы все эти поправки были рассмотрены. Можете себе представить, сколько займет времени. Поэтому сегодня недокомплект некоторых бригад ВСУ составляет 40%. И в этих условиях господин Яковенко призывает продолжать войну до победного конца. Но эта война может кончиться не так, как мы хотим. Понимаете? Даже безотносительно того, что Америка просто не дает оружие, например. И когда она его даст, вообще непонятно. А того европейского оружия, которое сегодня поступает в ВСУ, скорее всего, не будет достаточно для того, чтобы победить. Может быть, этого хватит, чтобы удержать фронт, но этого точно не хватит для того, чтобы выйти на границу 1991 года. Но если мы хотим, чтобы эта миссорубка продолжалась дальше, при таких фактах, измените факты, объясните мне, почему они должны поменяться? Откуда у Украины возьмутся люди? Каким образом из Украины 3 миллиона или 2 миллиона беженцев призывного возраста вернутся в Украину и пойдут воевать? Объясните мне, как это произойдет? И тогда я поверю, что победа возможна. Во всяком случае, в том виде, в каком ее рисует господин Иковенко. Развал России, победа полная, разгром армии и прочее, прочее. Сегодня этих проблем российская армия не имеет. Да, она не чувствует себя в блестящем состоянии, но у нее проблемы с личным составом не такие, как у ВСУ. И оружием оно плохим, но все-таки снабжается. Насколько, так сказать, потенциал российской экономики достаточен для того, чтобы продолжать наращивать поставки вооружения, я не знаю. Я его оцениваю не очень высоко, но тот уровень военного производства, который она уже достигла, достаточен, особенно с помощью союзников. Тут недавно прошла опять же информация, это факт, что Иран поставил 400 баллистических ракет. А сколько этих ракет поставила Южная Корея, мы не знаем. Это не считая снарядов. Северная виновата, да. Поэтому, да, конечно, в том мире, в котором живет господин Никовенко, и Россия развалится без крови, и Украина победит завтра, только если мы не будем, так сказать, тут зернышки пессимизма сеять и так далее, и так далее. Но я живу в другом мире, поэтому мне спорить не о чем с господином Никовенко. Спасибо, аргумент понятен. Давайте даем возможность высказаться панелистам. Игорь, слово вам. Геннадий, потом вы. Нет? Нет. Да, Игорь, конечно. К вам два вопроса получается. Первый, я напомню, это про то, что как бы при распаде появляется больше свободы, и второй вот Альфреда Коха. Вся история распада империй показывает, что при распаде империи освобождается свобода. Распалась Австро-Венгрия, и нынешние страны, которые образовались на территории бывшей Австро-Венгрии, они, безусловно, более свободны. Распалась Османская империя, высвободилась свобода. Все страны, которые образовались в результате этого распада, более свободны. Распалась Российская империя в виде Советского Союза. Украина более свободна, чем Украинская ССР. Страны Балтии более свободны, чем Балтийские республики, советские. Молдова более свободна, чем Молдовская ССР. Казахстан, я думаю, более свободен, чем Казахская ССР. Что касается Туркменистана, Таджикистана, то они выбрали свой путь. Там были элиты, которые выбрали свой путь, и в значительной степени это было решение элит, то, каким образом они пошли. Что касается ваших примеров, уважаемый коллега, что распад Молдовы, там уменьшилась свобода, Молдова никогда не была империей, Грузия не империя, поэтому эти аргументы не работают. Теперь, что касается полемики, экспромтом с господином Кохом. Первое. Во-первых, в выступлении господина Коха были сказаны очевидные, в том выступлении, которому я заочно через панель оппонировал, были высказаны ошибочные позиции. Во-первых, насчет голосования, недавнего совсем голосования в Бундестаге. Там было вполне понятно, почему резолюция, в которой упоминалось слово «таурус», не была поддержана правящей коалицией. Потому что эта резолюция была выдвинута оппозицией, которая в довесок к произнесению слова «таурус», она туда еще навесила большое количество жесткой критики в адрес правящей партии, правящей коалиции. И поэтому я не понимаю, почему господин Кох не знает, по какой причине зеленые представители свободных демократов голосовали против этого. Я объясню господину Коху, что причину они сказали. Они сказали, что они не могут голосовать за резолюцию, в которой содержится, по их мнению, несправедливая критика правящей партии, правящей коалиции. Они объяснили это. Поэтому и то, что «таурусы» будут даны, это очевидно. Так же, как в свое время Шольц говорил о том, что не будет танков «Леопард», потом танки «Леопарда» оказались на территории Украины в составе Вооруженных сил Украины. Я абсолютно убежден, что «таурусы» тоже будут в составе Вооруженных сил Украины. Да, Украина имеет огромные проблемы. Но, первое, пока еще она эти проблемы решает, и в том числе у меня нет никаких сомнений, что сегодня тот потенциал, который готова предоставить Европа, он, ну, если недостаточен для того, чтобы победить, то достаточно для того, чтобы сопротивляться. И более современное оружие, а натовское оружие, безусловно, является более современным, намного более эффективным. И то, что на вооружении Украины будут и Ф-16, и Ф-35, у меня никаких сомнений нет. И это гораздо более современное, более эффективное оружие. Да, с личным составом будут проблемы. Но в данном случае в сегодняшней современной войне побеждают не количеством, не числом, а качеством вооружения, качеством руководства, мотивацией и всем, что связано с современными технологиями. И Украина это доказывает. Это первое. Второе. В качестве альтернативы господин Кох в том мире, в каком он живет, он предлагает договориться с Путиным. Вот скажите мне, пожалуйста, 20 лет мы наблюдаем этого человека. Мы всерьез считаем, что с Путиным можно о чем-то договариваться. Вот кто из присутствующих думает, что перспектива договоренности с Путиным является альтернативой уничтожения путинского режима? Кто-то всерьез это думает, кто-то всерьез считает, что если Украина сейчас выдвинет идею переговоров с Путиным, то Запад вздохнет с облегчением. Ну как же, вы там решили договориться, значит, надо сворачивать помощь, значит, надо прекращать глупые дискуссии в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, надо прекращать поставки вооружения в Украину. И Украина окажется наедине с Путиным, потому что на самом деле, ну как, вы же пошли на договоренности, все, теперь ваша судьба в руках господина Путина. Вот что предлагает господин Кох в том мире, в котором он живет. Я прошу прощения, давайте мы прекратим привлекание, затем договорить. Я хочу продемонстрировать просто публично тексты, которые вы, ну в каждом, в каждом абсолютно, в каждом тексте. Так, давайте мы все-таки, я прошу прощения, как модератор, я вынуждена прервать дискуссию, если у вас есть еще какие-то аргументы. Значит, аргумент один, договоренности с Путиным, о котором предлагает господин Кох, вести, ну каждый, ну посмотрите свой телеграм-канал. Хорошо, я прошу прощения, у нас есть еще панелисты. Поэтому, я еще раз подчеркиваю, альтернативой поддержки Украины, альтернативой тому, чтобы Украина победила в этой войне, является то, что предлагается. Договоренности с Путиным. Договоренность с Путиным невозможна по определению. По-моему, все, кто наблюдает его, знают это точно. Спасибо. Геннадий. Олег, я вот хочу сказать, что нам не стоит сейчас тема вот этого распада, полураспада, нераспада, потому что в любую сторону можно приводить примеры. Распад колониальной системы ничего хорошего не принес, по большому счету. Количество войн увеличилось 10 раз, количество погибших увеличилось там еще больше. Распад Россоветского Союза дал свободу странам Балтии, Украине и Грузии. В разные стороны можно привести много исторических примеров. Давайте оставим за скобками. Но я в чем хотел возразить Альфреду, нашему другу, товарищу, в том, что когда мы рассуждаем о неспособности Украины продолжать бой, но давайте, Украина ведь тоже 45 миллионов человек подчислится, так же, как и в России, 146, да? Один к трем. Даже мы берем Первую мировую войну, один к трем, это как раз вот те потери оборонительного боя. Один гибнет, те, кто обороняется, трое, те, кто нападает. Сейчас современная, как правильно сказал Игорь Александрович, современная техника нивелирует количество людей на фронте, если есть техническое, технологическое, военное преимущество в качестве. Посмотрите, армия Израиля. Израиль 9 миллионов человек. Окружен сотнями, ну, скажем, давайте так, многими десятками миллионов воинствующих стран, которые желают ему гибели. И что? И ничего. Потому что огромное техническое, технологическое преимущество армии, ее подготовки и так далее. Мы сейчас с вами, вот в том числе, наши стратегии, для чего мы форумы собираем. Вот наша задача объяснить европейцам, объяснить американцам, что только с помощью военной западной коалиции, обеспечивающей военной, технической, технологической преимущества, преимущества подготовки способны позволить Украине победить. Вот это наша задача, убедить весь Запад и дать Украине все необходимое для победы. В противном случае у нас с вами никаких перспектив нет. Спасибо. Елена. Я хочу поддержать реплику Романа Удота. Я хочу, чтобы мы все основывались все-таки не на мифах, свои знания, оценку ситуации, но скорректировать немножко цифру. В России нет 146 миллионов человек. Переписи подделаны, и мы видели, как это происходит. К сожалению, наблюдатели голоса на переписях не работали. Нету 146 миллионов, я подозреваю, что может быть 100. Но точно мы не знаем. Но не больше. У Путина нет 85% поддержки. Даже во время крымского консенсуса ее не было. У нас 85% идет от самой низкой явки пригнанных бюджетников. Это цифры, которые они хотят написать. Путин и Крым устроил отчасти, кроме тех больших проблем с головой, которые у него есть, потому что рейтинг упал ниже 30%. И Киев он начал бомбить и готовить всю эту войну, когда рейтинг его упал, и появилась угроза утраты легитимности и власти. Это все, что я хотела сказать. Спасибо. Леонид, пожалуйста. Значит, по поводу единства нашего. Мне кажется, что любое действие, слова, ну, слова – это тоже действие в политике, да, надо оценивать с точки зрения того, приближают они крах путинского режима или нет. И больше ничего. Все остальное не имеет никакого значения. Та машина, которую вы передали туда, приближает? Приближает. Приближает. Спасибо. А полдень против Путина приближает? Тоже приближает. А переговоры, которые антивоенный комитет, вот Настя Шевченко сидит, ведет с разными там деятелями для того, чтобы западными, чтобы как-то их убедить, вообще как-то их в разум привести, да, приближает? Приближает, да. Вот это все союзники. Ну, не ищите врагов внутри себя. Не ищите врагов внутри себя, ищите союзников. Вот. Это первое. Второе. Второе. Мы ответственные граждане России. Нас изгнали из нашей страны. Мы проиграли на этом периоде. Мы проиграли битву. Надеюсь, мы не проиграли войну, но битву мы точно проиграли, да? Так вот, за что мы отвечаем? Если сейчас Конгресс Соединенных Штатов Америки так и не даст деньги Украине. Вот так и не даст. Я в этом не виноват. Я не виноват в этом. Это ужасно, но я в этом не виноват. Если Украина проиграет, не дай Бог, я в этом тоже не виноват. А вот если на первых свободных выборах России после Путина к власти придут фашисты, ну, такие же, как он, вот это моя вина, вот это моя вина, понимаете? И поэтому мы с вами, я убежден, мы должны думать о своей стране, о своей стране, потому что кроме нас о ней не подумает никто. Об Украине думают украинцы, об Украине думают американцы, об Украине думает масса народу, об Украине думает весь мир, потому что они жертвы и потому что они героически сражаются. И мы тоже должны принимать в этом участие. Но о России кроме нас никто не подумает. Нету больше никого кроме нас, понимаете? И это надо понимать. И последнее. Дорогие друзья, Ну, не верьте вы, когда вам говорят, что вы все империалисты, у вас первородный грех, что вы виноваты во всем, это вы виноваты, как мне сегодня журналисты говорили, это мы все виноваты в том, что убили Навального там и так далее. Ну, нет. Мы ответственны, как люди, которые жили там, как образованные люди. Мы ответственны, мы отвечаем за то, что, может, мы не все сделали, что могли. Но если виноваты все, то не виноват никто. Наша мера ответственности и вины несопоставима с той ответственностью и виной, которая лежит на тех, кто сегодня управляет нашей страной. Я не знаю, доживем ли мы до суда над ними. Боюсь, что нет. Но давайте делать свою страну. Давайте делать то, что от нас зависит. Хотя бы маленький шаг. Спасибо. Друзья, большое спасибо. Это была суперинтересная панель. Спасибо нашим панелистам и большое спасибо прекрасному залу. До свидания.